Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусный хрустящий по-настоящему летний салат из кабачков. Всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусный, легкий и быстрый в приготовлении салат из кабачков с овощами. Готовится просто, получается вкусно. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем молоденькие кабачки, нарезаем тонкими кружочками, при этом кожицу мы не счищаем. Подготовленные кабачки сверху посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Подготовим овощи. Лук нарезаем тонкими полупольцами. Болгарский перец можно брать любого цвета и нарезаем тонкой соломкой. Помидоры нарезаем средним кубиком. И мелко нарезаем зелень укропа. Прошло 10 минут, из кабачков сливаем лишнюю жидкость. На предварительно разогретую сковородку наливаем немного растительного масла, совсем чуть-чуть. Помещаем кабачки на сковородку без какой-либо панировки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Кабачки перевернули и обжариваем с другой стороны. Обжаренные кабачки выкладываем на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Берем большой салатник и помещаем в него остывшие кабачки. Следом добавляем болгарский перец и резанный лук. Лук желательно слегка примять или помять руками, для того, чтобы он был более сочный. Сюда же отправляем помидоры. Один зубчик чеснока пропускаем через пресс. Добавим мелко резаную зелень укропа. По вкусу добавим черный молотый перец и немного соли. Совсем чуть-чуть, совсем, потому что мы сейчас будем добавлять соевый соус. Салат заправляем соевым соусом и немного добавляем 6% уксуса. Чуть-чуть. Масла мы в салат не добавляем, потому что мы обжаривали кабачки. Салат хорошо перемешиваем и дадим салату настояться примерно 30 минут. После этого салат можно подавать к столу. Салат получается вкусный, сочный и очень аппетитный. Готовый салат выкладываем на тарелку и сверху посыпаем обжаренным кунжутом. Салат получается по-настоящему летний, вкусный, хрустящий. Его можно в сезон кабачков готовить как можно чаще. И он вам не надоест. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео. Вам там будет интересно. Зайдите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, поделитесь своим рецептом. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовят для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью и с хорошим настроением. Всем пока-пока, до новых встреч.